Каждое утро, когда первые лучи солнца проникают сквозь шторы, мы получаем возможность начать жизнь с чистого листа, на котором мы можем написать историю нашего дня. Это момент, который таит в себе огромный потенциал, но который многие из нас часто упускают из виду, спеша погрузиться в ожидающую нас суету. Но если я скажу вам, что стойки, одни из самых глубоких мыслителей древности, считали эту начальную часть дня не только важной, но и самой мощной. Они рассматривали рассвет не только как начало нового дня, но и как священную возможность задать тон всему последующему. Стойки понимали, что в эти тихие ранние моменты наш разум наиболее податлив и восприимчив. Намеренно направляя свои мысли и действия в это время, мы можем кардинально изменить свою перспективу, укрепить устойчивость и повысить удовольствие от жизни. Ведь стоицизм – это не просто умение стойко переносить трудности, а превращение каждого обычного дня в необыкновенную возможность для роста и самореализации. Это осознание того, что каждый момент, особенно тихий, сразу после пробуждения – это шанс прожить жизнь, наполненную целью и смыслом. Практика созерцания – это не просто успокоение ума, это видение общей картины, осознание происходящей природы жизни и соответствие тому, что действительно важно. Представьте, что вы начинаете свой день, найдя тихий уголок, где шум окружающего мира исчезает. Вы закрываете глаза, делаете глубокий вдох и начинаете представлять себе необъятные просторы Вселенной. Вы представляете, как рождаются и гаснут звезды, как галактики кружатся в своем величественном танце на протяжении веков, как взлетают и падают великие цивилизации. Эта грандиозная панорама перемен и непрерывности отражает нашу собственную жизнь, напоминая нам, что в грандиозной схеме наше время всего лишь миг. Но какой драгоценный этот миг! Эта практика не направлена на то, чтобы заставить нас почувствовать себя ничтожными. Скорее, она углубляет нашу благодарность за те мгновения, которые у нас есть, признавая широкие масштабы существования, мы можем увидеть свою собственную жизнь в более ясном цвете, что позволяет нам расставить приоритеты в пользу того, что действительно обогащает нашу жизнь. Когда мы понимаем, что наше время ограничено, разве мы не хотим сосредоточиться на том, что действительно важно? Подобные размышления помогают нам отличить срочное от действительно важного. Оно прорывается сквозь шум повседневных отвлекающих факторов и приводит нас в соответствие с нашими истинными приоритетами. Если вы начнете свой день с такой перспективы, то начнете видеть в мелочах то, чем они являются. Мелкие мимолетные проблемы, не стоящие того стресса, который они часто вызывают. Что еще более важно, эта привычка воспитывает глубокое чувство благодарности, просыпаться, дышать, участвовать в танце жизни. Еще один день – это подарок, а не данность. Поэтому каждое утро дарите себе этот дар перспективы. Это не только подготовит вас к тому, чтобы встретить день более спокойно и сосредоточенно, но и наполнит ваши действия более глубоким чувством цели и самореализации. Еще одна мощная практика – ведение дневника. Простое действие – записывать свои мысли каждое утро может стать преобразующим. Записываете ли вы фрагменты мечты, вчерашние мысли или что-то, чего вы с нетерпением ждете? Процесс записи на бумаге помогает очистить разум. Это похоже на уборку в комнате. Когда беспорядок убирается, то, что остается, становится намного чище и легче поддается управлению. Именно это и происходит с вашим разумом. Когда вы пишете, разум выносит мысли наружу, давая вам более четкое представление о вашем ментальном ландшафте. Но давайте сделаем еще один шаг вперед. После того, как вы выплеснули на страницу свои первые мысли, переключите внимание на благодарность. Запишите три вещи, за которые вы искренне благодарны. Это могут быть такие простые вещи, как удобство в вашей кровати, тепло утренней чашки кофе или добрая улыбка незнакомца. Эта практика благодарности глубоко стоическая. Дело не только в том, чтобы чувствовать себя хорошо, но и в том, чтобы укорениться в позитивном и реальном вашей жизни, развивая устойчивое мышление, ориентированное на изобилие, а не на недостаток. Благодарность – это не просто упражнение, это улучшение самочувствия. Это мощный инструмент для изменения вашего мировоззрения. Когда мы сосредотачиваемся на том, за что мы благодарны, мы переключаем свое внимание с того, чего нам не хватает, на то, что у нас есть. Такое смещение фокуса может оказать глубокое влияние на наше настроение и общий взгляд на жизнь. Более того, оно помогает нам выработать стойкость. Регулярно практикуя благодарность, мы тренируем свой ум находить хорошее в любой ситуации, даже перед лицом трудностей. Однако не останавливайтесь на благодарности. Воспользуйтесь этим спокойным моментом размышлений, чтобы подумать о своих действиях и о том, насколько они соответствуют стоическим добродетелям, мудрости и мужеству. Спросите себя, отражали ли мои вчерашние действия эти добродетели? Как я могу воплотить их более полно сегодня? Речь идет не о том, чтобы сурово критиковать себя, а о том, чтобы мягко направлять себя обратно к своим основным принципам. Речь идет о том, чтобы согласовать ваши ежедневные намерения с более широкими и глубокими ценностями стоицизма. Рассматривайте свой дневник как инструмент-спутник на пути личностного роста. Да, он нужен для того, чтобы фиксировать ваши мысли, но также и для того, чтобы отражать их обратно, трансформируя в озарение и намерение. Со временем эти страницы будут показывать не только ваш прогресс, но и напоминать вам о философском пути, по которому вы идете. Каждая запись поможет вам построить более осознанную и целенаправленную жизнь, глубоко укоренившаяся в мудрых учениях стоицизма. Поэтому каждое утро, беря в руки ручку, помните, что вы не просто пишете, вы формируете свой характер. По одному слову, одной мысли, одному добродетельному размышлению за раз. То, как мы подходим к достижению наших целей, также может быть преобразовано стоическими принципами. В стоицизме есть тонкое, но сильное различие между тем, чего мы хотим достичь, и тем, как мы выбираем жить каждый день. Цели – это прекрасно. Они дают нам направление и чувство достижения. Но в основе их лежит результат достижения какого-то будущего состояния. Намерения же, напротив, связаны с настоящим, с тем, каким вы хотите быть здесь и сейчас, независимо от результатов. Как же перейти от постановки целей к постановке намерений? Это начинается с простого, но глубокого вопроса, задаваемого каждое утро «Кем я хочу быть сегодня?». Речь идет не о ролях или обязанностях, а о качествах и добродетелях. Может быть, вы хотите проявлять терпение перед лицом трудностей или сострадания к окружающим, в том числе и к себе. Это не задачи, которые нужно вычеркнуть из списка. Это способы существования, которые вы выбираете осознанно. Как только вы определите эти намерения, запишите их. Прикладывание ручки к бумаге дает силу. Так ваши намерения становятся более конкретными, более реальными. Но что еще важнее, это обязательства, которые вы берете на себя. Эта практика прекрасно согласуется с астоической установкой на жизнь в соответствии с добродетелью. Вместо того, чтобы руководствоваться внешними достижениями, вы руководствуетесь внутренним компасом. Как это выглядит в течение дня? Допустим, вы поставили перед собой намерение быть более терпеливым. Это намерение будет тонко управлять вашими реакциями. Когда вы окажетесь в неприятной ситуации, тот самый момент размышлений напомнит вам о вашем намерении. Вы делаете вдох, замедляетесь и отвечаете терпеливо. Не потому что должны, а потому что именно таким вы решили быть сегодня. Определение намерений – это в первую очередь осознанная жизнь. Каждое утро, принимая решения о добродетелях, которые вы хотите воплотить в жизнь, вы не просто планируете свой день, вы формируете свой характер. Со временем эти ежедневные намерения пособствуют формированию жизни, которая не только в большей степени соответствует стоическим принципам, но и является более насыщенной и подлинной. Речь идет о том, чтобы каждый день был осознанным выражением ваших глубочайших ценностей. Поэтому, записывая каждое утро свои намерения, помните, что вы закладываете основу для жизни, прожитой целеустремленно и честно. В мире, где счастье часто отождествляется с комфортом, может показаться нелогичным предположение о том, что настоящий рост тот, который укрепляет душу и обостряет ум. Часто происходит благодаря тому, что вы сталкиваетесь с трудностями, а не избегаете их. Но это основная истина стойков. Стойки были не просто философами в креслах, они практиковали то, что проповедовали, используя дискомфорт как инструмент для укрепления своей стойкости. Подумайте об этом так, когда вы решаете столкнуться с чем-то некомфортным. Вы тренируете себя так же, как спортсмен тренирует свое тело. Будь то принятие бодрого холодного душа, чтобы начать утро, или решение отказаться от привычной первой чашки кофе. Эти действия не просто физический вызов, а напоминание о том, что комфорт не является обязательным условием для удовлетворения. Когда вы идете под холодный душ, это не просто шок для организма, это момент преодоления инстинкта вернуться в тепло. Это напоминание о том, что вы можете внести больше, чем часто себе позволяете. А когда вы отказываетесь от кофе, вы напоминаете себе, что ваши энергии и драйв идут изнутри, а не от внешних стимуляторов. Эти практики направлены на укрепление вашей внутренней силы и независимости. Но есть и более глубокий слой, связанный со стоической философией. Добровольно принимая дискомфорт, вы готовите себя к неизбежным неприятностям, которые подкинет вам жизнь. Идея заключается не в том, чтобы страдать без нужды, а в том, чтобы выработать в себе некую психологическую стойкость, которая поможет вам выстоять перед лицом жизненных испытаний. Речь идет о культивировании мышления, которое находит удовлетворение и покой, независимо от внешних условий. Поэтому каждое утро, принимая решение преодолеть небольшой дискомфорт, помните, что вы не просто преодолеваете сиюминутное испытание. Вы закладываете фундамент стойкости, который поможет вам пережить гораздо более серьезные бури. Эта ежедневная практика – мощное подтверждение собственной силы и неотъемлемая часть стоической жизни. Она учит нас ценить комфорт, когда он есть, не становясь зависимыми от него. Таким образом, принятие дискомфорта – это не просто закалка, а освобождение от необходимости жить с большим спокойствием, независимо от обстоятельств, в которых мы оказываемся. Это ежедневное напоминание о том, что истинное счастье заключается не в том, чтобы избегать дискомфорта, а в том, чтобы встречать его с мужеством и изяществом. Мышление и медитации, хотя они часто ассоциируются с восточными философиями, также занимают важное место в стоической традиции. Эти практики помогают нам сосредоточиться на настоящем моменте, что является ключевым элементом стоической философии. Стойки учили, что нас должно волновать только то, что мы можем контролировать, наши собственные мысли, действия и реакции. Все остальное нам не подвластно и не стоит того, чтобы о нем беспокоиться. Каждое утро выделите несколько минут на то, чтобы заняться медитацией. Это может быть просто сосредоточение на своем дыхании, наблюдение за ощущениями в теле или звуками вокруг вас. Цель не в том, чтобы опустошить свой разум, а в том, чтобы лучше осознавать свои мысли и чувства, не привязываясь к ним. Эта практика помогает развить способность выбирать, как реагировать на свои мысли и эмоции, а не быть поглощенными ими. В контексте стоицизма эта практика укрепляет принцип развлечения того, что мы можем контролировать, а что нет. Когда вы сидите в медитации, мысли неизбежно будут возникать. Некоторые из них могут быть о предстоящем дне, другие – об остатках прошедшего дня. Главное – наблюдать за этими мыслями, не зацикливаться на них. Вместо того, чтобы реагировать, просто признайте их и верните свое внимание в настоящий момент. Это тренирует ваш ум оставаться сосредоточенным и спокойным, даже перед лицом отвлекающих факторов или проблем. Со временем эта практика осознанности поможет вам развить стоический образ мышления, сосредоточенный на настоящем, принимающий то, что происходит, и опирающийся на знание того, что у вас есть возможность выбрать реакцию на любую ситуацию. Речь идет о воспитании внутреннего спокойствия, не избегая жизненных трудностей, а встречая их с ясностью и самообладанием. Каждое утро, когда вы сидите в задумчивости, помните, что вы не просто отрабатываете технику, вы воплощаете в жизнь свой основной стоический принцип, который будет служить вам на протяжении всего дня и не только. Еще одна ценная утренняя практика чтения и размышления о стоической философии. Работы Марка Аврелия, Синеки и Эпик Тета – это вечные источники мудрости, которые помогут вам справиться со сложностями современной жизни. Читая эти тексты каждое утро, вы задаете тон своему дню, опираясь на знания, прошедшие испытания временем. Читаете ли вы отрывок из медитации Марка Аврелия или письмо Синеки? Найдите время, чтобы впитать мудрость, которую предлагают эти учения. Не просто читайте пассивно, а вникайте в материал. Спросите себя, как эти уроки применимы к вашей собственной жизни? С какими проблемами вы сталкиваетесь сегодня, которыми, возможно, по-своему сталкивались эти древние философы? Как их мудрость может помочь вам прожить день с большей грацией и самообладанием? Ежедневное знакомство со стоическими принципами – это не просто интеллектуальное упражнение, а способ подготовить свой ум к предстоящему дню. Начиная свой день со стоической мудрости, вы вооружаете себя инструментами, необходимыми для того, чтобы справляться со всем, что попадается на пути со взвешенными перспективами. Вы напоминаете себе, что хотя вы не можете контролировать события дня, вы можете контролировать то, как вы на них реагируете. И в этой реакции кроется ваша сила, ваша свобода. Наконец, подумайте о том, чтобы принять стоическую концепцию любви к судьбе. Это не просто принятие того, что происходит. Это принятие всего, что встречается на вашем пути с энтузиазмом. Это признание того, что каждый опыт, приятный или болезненный, это возможность расти и жить в соответствии со своими добродетелями. Каждое утро, определяя свои намерения на день, возьмите на себя обязательство практиковать аморфати. Это значит принимать все, что принесет день с распростертыми объятиями, зная, что все это часть великого гобелена жизни. Когда вы подходите к дню с таким настроем, трудности становятся возможностью проверить свои достоинства, а радости – моментами для выражения благодарности. Начиная свой день с намерением принять все, что встречается на вашем пути, вы задаете тон безусловному позитиву. Вы не просто проживаете день, вы процветаете, находя смысл и удовлетворение в каждом мгновении. Такой образ мышления способствует глубокому внутреннему спокойствию, помогая вам преодолевать взлеты и падения жизни с изяществом и стойкостью. В заключении следует сказать, что каждое утро – это уникальная возможность задать тон вашему дню и как следствие вашей жизни. Включив эти стоические практики в свой утренний распорядок, вы можете воспитать в себе стойкость, мудрость и благодарность. Помните, что каждый день – это новая возможность жить с намерением, согласовывать свои действия с вашими глубочайшими ценностями и отправляться в путь с мужеством и радостью. Смело выбирайте свой путь и дорожите каждой главой своего жизненного пути.